Можно и отступить от этих дат лунного календаря. Единственный день, 29-е, это день Новолуния. Это, конечно, категорический запрет на всякие виды посадок, любых культур. Но зато, отсчитав от времени наступления Новолуния вперед и назад по 12 часов, мы можем использовать и 28-е, и 30-е сентября. И потом, как говорила Тамара Николаевна Ас, нет неплодородных знаков. Ну, где-то урожай будет лучше, где-то похуже. Но не будем же мы сидеть дома и не делать вообще ничего. То есть надо выбирать возможности. А возможность сейчас, самое главное, конечно, это погода. Как погода немножко установилась, а, в общем-то, время пока благоприятное. Кроме, значит, 29-го. Этот день нужно исключить. И в октябре, третье, пятое возможной посадки чеснока, если нормальная будет погода. Ну, в принципе, было, конечно, мы и под дождь, и под снег садили. Но если можно выбрать сухой день, то это лучшее. Вот видите, земля здесь совершенно рыхлая. Она приготовлена для посадки. Вдавливаю немного, потому что глубина посадки должна быть 10-12 сантиметров. Как пишется на этикетках. Всё. После этого я засыплю опять-таки смесью этой земли с компостом. Песка у меня нынче нет, иначе я добавила бы песочек для этого дела. Обязательно надо уплотнить слегка. Дальше засыплю землей, которая у меня была на этой грядке. Это место я обычно присыпаю перегноем. Ну, слой перегноя разный. Там 5-10-15 сантиметров. Сколько получится. Почему? Во-первых, потому что перегной на фоне земли виден. Я уже точно знаю, что я сюда больше ничего садить не буду. Можно колышками отметить. Но раз такая возможность есть, значит, и для цветочков хорошо, если заморозки ранее без снега будут. И мне удобно. Всё. Спасибо.